В былые времена политики пытались вас в чем-то убедить. Предполагалось, что решение за вами. Вы, избиратель, стало быть, вы босс. Если им нужна должность, они должны привлечь вас на свою сторону. Но этот процесс оказался для них слишком обременительным, и теперь они просто стращают вас, заставляя принять их программу. Если их программа вам не нравится, то виноваты вы. Это вы плохие, вы аморальные. Мишель Обама могла бы преподавать этот способ коммуникации в магистратуре. Вчера вечером она выступила с речью, которую записала на видео в своем поместье стоимостью 11 миллионов долларов. Справедливости ради отметим, что Мишель Обама весьма преуспела в жизни, но вчера вечером она хотела довести до вашего сведения, что она все равно жертва. Поэтому заткнитесь и примите ее владычество над вами. Посмотрите. И здесь, в то время как Джордж Флойд, Бриона Тейлор и нескончаемый список невинных цветных людей становится жертвами убийств. Констатация простого факта того, что жизнь чернокожего имеет значение, по-прежнему встречает лишь насмешку со стороны самого высокого должностного лица страны. Мы не хотим судить слишком строго, мы не юристы, но мы понимаем конституционные ограничения первой поправки, как ее сейчас трактуют в нашей стране. Нельзя кричать «пожар» в заполненном людьми театре, и нельзя критиковать Мишель Обаму. Мы это знаем. Поэтому выскажемся так мягко, как только возможно, вовсе не желая проявить неуважение и позаботившись о том, чтобы не ошибиться в произношении каких-либо имен. То, что вы только что услышали, было полной и абсолютной чепухой. Нескончаемый список невинных цветных людей, которых продолжают убивать? Так сказала Мишель Обама. Ан, нет. С начала года в этой стране всего восемь невооруженных чернокожих мужчин были убиты полицией. Нескончаемый список? Восемь. В прошлом году их было четырнадцать. Так что то, что вам сейчас сказала Мишель Обама, полная ложь. Расчетливая ложь. Ложь, которая по замыслу должна усилить страх, гнев и раскол в Америке. И таким образом поспособствовать победе ее кандидата. Вот что сейчас сделала Мишель Обама. Но практически никто не указал на это вчера вечером. Побоялись. Потому что Мишель Обама недвусмысленно дала понять. Если вы не согласны с тем, что она говорит, вы мракобес. Дональд Трамп не тот президент, который нужен нашей стране. У него было более чем достаточно времени, чтобы доказать, что он способен выполнять эту работу, но она явно ему не по зубам. Я понимаю, что некоторые не услышат то, что я хочу сказать. В нашей стране глубокий раскол. А я чернокожая женщина, выступающая на съезде демократической партии. Но среди вас уже достаточно тех, кто знает меня. Вы знаете, что я говорю вам именно то, что чувствую. Вы знаете, что я ненавижу политику. Но вы также знаете, что мне дорога эта страна. Я понимаю, что некоторые не услышат то, что я хочу сказать. Объявила Мишель Обама. Почему не услышат? Потому что они плохие люди. Вот почему. Половина страны злая. Они ненавидят меня за мою расу. Говорит женщина, мужа которой, эта же самая страна, два раза подряд избирала президентом. Это позволило ей купить в Мартас Вингард угодья на 11 миллионов. Оттуда она сейчас и читает лекции плебеем. Кстати, если Мишель Обама настолько ненавидит политику, почему она выступает с политической речью на политическом съезде? Разве в Мартас Вингард больше нечем заняться летом? Разочек! Разочек! Раз, два, три!